Дорогие хозяюшки, хочу сейчас вам показать рецепт очень простого и вкусного крема на желтках. Вот сегодня как раз мы с вами готовили безе и у меня осталось 6 желтков. И сейчас я из них сделаю этот замечательный крем и покажу вам как его делать. Итак, 6 желтков и стакан сахара, это примерно 170 грамм, мы взбиваем блендером, то есть миксером, мы взбиваем до пышной пены. Добавляем туда ванильный сахар и после этого нам нужно долить туда горячего молока 100 миллилитров. Вот у меня приготовлено молоко 100 миллилитров. Я его сейчас, пока буду взбивать желтки с сахаром, поставлю на 30 секунд в микроволновку. И сделаю его горячим. И после этого нам нужно будет смешать вот эту вот яично-сахарную массу с ванилином и с молоком. Вот таким образом мы еще взбиваем до пышной пены. Наши желтки и сахар. Итак, я взбила 6 желтков, стакан сахара, вот в такую пышную массу. Она посветлела и загустела. И увеличилась в размерах. Я сюда положила уже ванильный сахар один пакетик. Подогрела молоко в микроволновке 100 миллилитров. И теперь наша задача перемешать нашу яичную массу с молоком. Делаем это на не очень больших оборотах. Вот таким образом. Это все быстро происходит. Можно, в принципе, и ложечкой перемешать. Итак, у нас получилась масса, которую нам нужно сейчас довести на плите примерно до 90 градусов. То есть мы ее не будем кипятить. Как только начинаются первые бульки, мы должны будем ее выключить и потом остудить. И в дальнейшем, вот у меня здесь 250 грамм масла сливочного, оно у меня уже, я его вынула специально, чтобы оно размякло. И когда у нас с вами наша яичная смесь после варки уже остынет, остужать я ее ставлю все время в раковину. Я наливаю холодной воды, кладу туда бутылочку со льдом, которая у меня всегда лежит в морозилке, и помешиваю. И очень быстро эта смесь наша остынет и загустеет. Итак, идем варить наш крем. Итак, девочки, я поставила нашу яично-сахарную массу с молоком и ванилином на огонь. Ну, на конфорку. Сейчас она у меня стоит на полной мощности. Пока растворяется сахар, потом я уменьшу нагрев. И из рук я венчик не выпускаю, я все время мешаю. Если вы будете отходить, у вас масса может пристать и образоваться комки. Поэтому это быстро, это недолго. Ну, буквально, наверное, несколько минуточек. Потому что у нас здесь не такое большое количество массы вот нашей заварной. Поэтому все время мешаем. И кастрюлечку берите обязательно с толстым дном, чтобы она не пригорала наша масса. Потому что если тонкая кастрюлька, ну, может пристать. Если она пристанет, тогда она внизу подгорит. И в итоге нам придется все это через ситечко пропускать, чтобы вот эти все ошметки горелые не попали в наш крем. Ну, и потом она может пахнуть, если там вот это все пригорит. Поэтому будьте аккуратными. Этот, кстати, рецепт еще моя бабушка делала. Что-то не четко-то так. Она делала и называла его заменитель сгущенного молока. Потому что в Советском Союзе сгущенное молоко было большим дефицитом. Поэтому, когда делали крем, наши бабушки, наши мамы придумывали всякие интересные рецепты, чтобы заменить сгущенное молоко. Так что это самый элементарный способ, который можно использовать для изготовления вот такого вот крема из желтков. Вот уже посмотрите, уже пар небольшой идет. То есть она уже нагревается. Вот. Видите, нет? Или вам не видно? Но пар уже пошел. И она начинает загустевать, эта масса. Заметьте, что здесь нет никакого крахмала, ни муки. Я, честно говоря, пробовала делать и с мукой, и с крахмалом. Но мне как-то это не очень понравилось. Мне больше нравится, когда именно вот так вот я делаю. То есть оно получается вкуснее. То есть уже начинает приставать. Я, видите, быстрее-быстрее мешаю. И уже мне кажется, что практически все. Ну-ка, бульки не идут еще. Еще не идут. Ну вот-вот уже сейчас наш крем заварной сварится. Я уже это чувствую. Уже запах пошел такой. Знаете, заварных яичек. И уже я понимаю, что идет, если идет пар, значит, это уже где-то 80 градусов. Нам надо где-то 90. То есть вот-вот уже сейчас будут первые бульки. Так же, как я делаю пасху, кстати. Я вам показывала, как я делала пасху. Вот это очень похоже на пасху. Ну, я имею в виду по процессу приготовления. И очень вам рекомендую делать все это вот таким венчиком, который не портит посуду. Но мне очень нравится. Я его всегда использую именно для этого. Вот, смотрите, уже почти-почти бульки начались. То есть буквально еще чуть-чуть, несколько секундочек. Несколько секундочек и все. Все. Пошел бульк. Видите? Все. Выключаю. Еще помешаем. Помешаем. Я уже выключила, но немножечко еще. Видите? Все. Поднимается. Не видно, наверное. Но бульки уже поднимаются. Вот он идет. То есть наша масса уже готова. Все. Мы ее сварили. Ну, сколько прошло? Минут пять, наверное. Или минуты четыре. Примерно так. Я ее отставляю. И сейчас поставлю охлаждаться. Вот видите, внизу. Видно, что я мешаю. Вот видите, пригоревшее. Немножко. Ну, то есть даже не пригоревшее, а приставшее. То есть если вот так интенсивно не мешать, то еще все это еще и пригорит. Ну, все. Ставлю охлаждаться. Итак. Вся наша заварная масса яичная полностью остудилась. Я ее перелила специально в другую мисочку. Потому что внизу все-таки немножко кастрюлька пригорела. Но это не повлияло никак на вкус и консистенцию нашей массы. Там все, в общем-то, в порядке. Ну, рекомендую для перестраховки перекладывать. Итак. Масло мы сейчас должны взбить. Взбить до такого состояния, чтобы оно было пышное. Сейчас я вам покажу. Ну, вот смотрите. Видите? Оно побелело и стало таким пышненьким. И теперь именно в масло, а не масло в нашу массу, мы наливаем. То есть мы потихоньку начинаем наливать нашу заварную массу именно в масло. И потихонечку ее начинаем взбивать. Постепенно. И вот так вот партиями мы ее туда и добавляем. Вот так. Взбили. Взбили одну партию. Добавляем следующую партию. Именно так. А не по-другому. То есть не масло мы туда вываливаем, а именно в масло. Вот почему-то именно вот такая фишка вот этого крема. И вот таким образом я сейчас взобью с маслом всю нашу яичную массу. Ну вот, девочки, я взбила крем. Посмотрите, он однородный. Ничего у нас не отделилось. Все у нас хорошо. Пока он, естественно, еще не в холодильнике, он немножечко мягковатый. Если я его поставлю в холодильник, он застынет. Это, конечно, зависит от масла. У меня было масло мягковатое само по себе. То есть вытаскиваешь из холодильника, и оно сразу начинает таять. А если взять, например, масло президент, с которым в основном я делаю крем, но у меня его просто сейчас не было, то крем получается погуще. Поэтому у нас с вами получилась большая партия безешек. Еще из желтков у нас получился крем. Ну, естественно, мы добавили сюда еще масло, немножечко молока и сахар. И посмотрите, я уже сделала, чтобы вам показать, как можно красиво украсить безешки с кремом. И получаются вот такие вот пироженки. Вот что-то нечетко видно. Вот, четко стало. Смотрите, как красиво можно подать пироженки с кремом. Сейчас я их поставлю в холодильник, и, естественно, они застынут. А можно просто брать безешку, намазывать крем на нее и кушать. А можно сделать тортик. Положить на тарелочку один ряд безе. Дальше залить все это кремом. Можно положить орешки, например. И сделать несколько слоев. У вас получится торт из безе. Так что очень рекомендую всем этот рецепт. Делайте и безе. Но это будет уже в другом видео. И вот такой вот замечательный крем, в который не надо класть ни муку, ни крахмал. И он все равно получается очень хорошо. Пахнет ванилином. Вот такой консистенции. Ну, а я со всеми прощаюсь. Желаю вам кулинарных успехов. И всего самого доброго.